Лето 92-го года – страшная кровопролитная война. Что знаем мы, потомки, о ней, о тех боях, сражениях, о её героических людях? Останутся в памяти их имена. Это документальное издание, где 260 страниц хранят подлинные воспоминания. Это своеобразная энциклопедия военных действий. Здесь собраны все основные сведения о войне. Здесь присутствует пантеон наших героев. Я могу назвать личности, которые вошли в легенду нашего города. Это Валерий Возбижинский, телеоператор. Ещё один телеоператор, который практически снимал почти всю съёмки, делал он. Это бендерчанин Пётр Бобров. Это защитники дома Павлова. Книги собраны, газетные материалы, научно-исторические труды, журнальные публикации. В зале Бендерского историко-краеведческого музея собрались люди, которые, как никто другой, может рассказать о войне, ведь многие были в её эпицентре. Наталья Воробьёва, председатель Союза журналистов Приднестровья, 19 июня находилась в типографии и помнит первые минуты трагедии. Мы находились в типографии. Мы – это гвардейцы, это вторая смена типографии и те, кто не успел уйти с первой смены, потому что всё началось после 16 часов. Сейчас мы живём в непростое время, когда пытаются переписать реальные события. Новое издание – уникальный источник. Книга, в которой собраны воспоминания защитников Бендер, где достоверно и правдиво рассказывают о страшных событиях прошлого. Каждый из нас, кто воевал, кто с оружием в руках, кто с лейтер, кто с блокнотом, а кто с пулемётом, они помнят войну из своего окопа. Каждый видит то, что было и видел своими глазами. Вот именно в этом и ценность этой фиги. Человеческая память, она стирается постепенно. Фамилии забываются, события забываются. Люди уходят, а молодёжь об этом, может, и не помнит. Но, прочитав, например, книгу, она может быть, какие-то события тоже в память будут вкладываться. За время встречи собравшиеся не только делились личными воспоминаниями лета 92-го, но и слушали стихи, песни о героическом прошлом. И мучает бессонница недаром. Мне застилает прошлые глаза горячим дымом тех больших пожаров. Измерить горе временем нельзя. Ведь и сейчас я не могу поверить, что гибли в том горящем ПТР и Саша Дусь, и все его друзья. Новое издание подготовлено и выпущено при поддержке госадминистрации. Это уже вторая книга, которая выходит под эгидой городских властей. Зампредседателя городского совета уверен, она будет пользоваться большим успехом. Тот материал, который здесь описан, это от первоисточника, то есть люди, которые принимали в этом участие, что это будет читаться на одном дыхании. Потому что, когда это кто-то описывает, как это могло быть теоретически, а тот человек, который описывает, как он принимал в этом участие, это очень дорогого стоит. На самом деле, я думаю, что это большой прекрасный труд. Я думаю, что эта книга будет пользоваться большим успехом. Тираж небольшой, всего лишь 200 экземпляров. Часть книг уже передана школам города, управлению по культуре, музеям и, конечно же, людям, которые уже вошли в историю нашего города и республики. В завершении встречи по традиции – автографы и фото на память.